Привет, как дела? Многие мои подписчики часто спрашивают, сколько зарабатывает няня в Лондоне и какие обязанности она должна выполнять. Я была няней с проживанием в трёх английских семьях и приходящей няней в русской семье. Обо всём об этом я уже рассказывала, ищите ролики на моём канале. А сегодня расскажу о том, что же входило в мои обязанности и сколько мне за это платили. Могу сказать сразу, что цены очень разные, зависят от людей, образа их жизни и обязанностей, которые вы должны будете выполнять. Ну и помимо того, зависит от района и от того, живёте вы в этой семье, в этом доме или ежедневно приходите как на работу. То есть, если вы выбираете дорогой район, то зарплата будет относительно выше, чем в обычном или бедном районе. Ну и естественно, если вы живёте в доме вместе с семьёй, значит вам не приходится снимать своё жильё, и вам платят намного меньше, чем если бы вы были приходящей няней. Но тут надо взвешивать, что для вас лучше. Для меня лично было жить в доме вместе с семьёй и не снимать своё отдельное жильё, ну как отдельное. В Лондоне, как многие знают, жильё очень дорогое, и люди в основном снимают комнаты, если они живут в одиночку или вдвоём с партнёром. И эту стоимость комнат вам приходится выплачивать из своей зарплаты. Ну а мне не надо было париться и искать свою комнату, когда мне семья предоставляла своё жильё, и плюс к этому ещё платила еженедельно зарплату. Так как я была студентом, и основанием для моего проживания в Лондоне была учёба, я не могла работать фулл-тайм, то есть 50 рабочих часов в неделю, которые все англичане в основном отрабатывают. У меня на визе было написано не более 20 рабочих часов в неделю. И поэтому я искала работу под тайм, то есть частичную занятость, так как уроки в университете я не могла пропускать. Каждый пропуск ставился на галочку, и несколько таких пропусков грозило мне депортацией. Поэтому в университет я должна была ходить каждый свой учебный день. У меня это было 2,5-3 дня в неделю, 2 будних дня у меня были выходные от университета, но об учёбе в университете я тоже буду рассказывать. Не так у них устроена образовательная система, как у нас. И вот, приходя в новую семью, я не только спрашивала, какие будут мои обязанности, но также и ставила свои условия, что я обязана посещать университет. Если хотите вы этого или не хотите, как хотите, выкручивайтесь, но в университете я должна быть вот в то или иное время. Я не могу выполнять работу, там, допустим, в понедельник, в среду и в пятницу с 10 до 2 часов. Если вас это устраивает, то, значит, мы будем дальше работать и искать точки соприкосновения. Ну, о том, как я искала работу, я, наверное, тоже буду отдельно рассказывать. А пока вот расскажу так конкретно про три мои семьи, в которых я работала. Первая семья индийцев, которые учились в Кембридже и были уже англичанами такими, англичанами-англичанами, у них даже не было никакого индийского акцента. Я туда попала в качестве хаускипера, то есть, так скажем, уборщицы по дому. И там я убиралась ровно 2-2,5 часа в день, ходила по комнатам, убирала все лишние вещи, пылесосила, протирала пыль. Это всё я уже рассказывала. И с детьми мне приходилось очень редко заниматься. В основном я только забирала их пару раз из школы в течение недели. И один раз в неделю, вечером в пятницу, когда родители уходили в аут, должна была сидеть с ними дома. И то не каждую неделю. И вот за это всё мне платили 120 фунтов в неделю, плюс еда. Кстати, да, еду очень часто обещают работодатели, но не все покупают. Вот конкретно эта семья чётко спрашивала, что мне надо купить. Я давала еженедельно новый список того, что мне надо или не надо покупать. Но потом уже хозяйка поняла, чем я в основном питаюсь, и уже не стала спрашивать у меня про список, а сама там редактировала то курицу, то рыбу мне купит. А в других семьях, да, мне обещали покупать еду, но так как я видела, что они не очень-то желают тратить деньги на меня или постоянно спрашивать, что мне надо купить, всё так сошло на нет. Я еду покупала сама. Но в тех семьях мне уже чуть больше платили, и поэтому я без проблем тратилась на еду сама. Я не могу заранее просто предугадать и сказать, что я хочу поесть завтра или послезавтра. То есть, да, можно сказать, что я фасси, то есть привередливая. У англичан это, конечно, очень плохое качество считается, и все всегда говорят, I'm not fussy, типа того, что всё, что угодно мне предложите, я буду есть. Нет, я так не могу, я ем только то, что я хочу. Если я не хочу какую-то еду, если мне предлагают вермишель, а вермишель я не хочу есть, то я это есть не буду. Во второй семье, где я только гуляла с собаками утром в час и вечером полчаса, и сидела с девочкой после того, как она вернулась из школы пару часов в день, просто сидела, больше ничего не делала. Ну, иногда я им там готовила салат на ужин и завтрак для девочки. За это, за всё мне платили 150 фунтов в неделю, и у меня была своя комната, и я, в принципе, в этой семье была как, ну, не знаю, старшая сестра. То есть больше никаких обязанностей я не должна была исполнять. Со мной считались, с моим мнением считались, с моим предпочтением чего-либо считались. И как бы такая семья, easy going была. То есть лёгкое в общении. Я не чувствовала себя в этой семье обслугой. То есть всё было на уровне, хорошо, достойно и почтительно. И с этой семьёй я до сих пор дружу. Я после того, как съехала от них, то есть у нас был контракт на год, я уже рассказывала, что с девочкой надо было сидеть до того момента, когда я исполнился 14 лет, и это как раз был целый год. А потом, как бы, они в моих услугах больше не нуждались. И я после этого ещё 5 лет выгуливала их собак. То есть, да, за собак они мне уже платили отдельно, как приходящему собаководу, 10 фунтов в час. В третьей моей семье, где был один папа с двумя детьми, основной моей обязанностью было отвозить этих детей в школу по утрам. Их школа находилась достаточно далеко от дома. Нам надо было ехать 2 остановки на метро, и потом ещё на автобусе остановок 10. И так ежедневно, каждое утро мы ездили в школу, я отвозила детей, потом возвращалась домой, и бежала в университет или гуляла с собаками из предыдущей моей семьи на обратном пути. После университета, если у меня было всего 2 пары, я прибегала домой и что-то делала по дому. В мои обязанности входила лёгкая уборка по дому, протереть пыль раз в неделю, пропылесосить раз в неделю, пол помыть раз в неделю, сменить постельное бельё раз в неделю, и некая глажка там рубашек, папы и каких-то блузок для девочки. Ну и, конечно же, основная моя нагрузка по дому, это была стирка. Ежедневно практически я стирала в машинке. Да, это ничего не стоит, никаких сил и времени загрузить всё в машинку, но вытащить и всё это развесить, так как англичане, в принципе, не гладят свою одежду, чтобы оно высохло всё ровненько, а не такого помятого вида было. Всё это аккуратно развешивала. Ну и 2 раза в неделю я мыла ванны. То есть не так много обязанностей по дому было, как времени на дорогу вместе с детьми. Я, конечно, старалась учиться, что-то читать в пути, пока мы ехали там на автобусе, в метро, но у меня такое внимание всегда рассеяно, когда кто-то меня отвлекает или кто-то что-то рядом говорит, я не могу сосредоточиться и что-то понять в книжке, что я читаю там. Поэтому в основном я делала какую-то свою работу там, или репортерскую, или искала какую-то подработку, в общем, в интернете в основном сидела. Потом к 4 часам я ехала в школу опять, 40 минут туда, 40 минут обратно, забирала детей, кормила их, и всё, я могла уже быть свободна после того, как папа приходил с работы, там часов в 6-7. Но я редко выходила из дома по вечерам, если только с друзьями где-то встретиться, или какое-то мероприятие, или какой-то концерт. Конечно, предварительно я папу предупреждала, что вот в этот день я должна уйти там в 6 часов вечера, в 7 часов вечера, что он должен вернуться, нигде не задержаться с работы. А так в основном я сидела тоже дома, занималась своими делами, училась, читала, смотрела фильмы. В общем, вечер я в основном проводила у себя в комнате, старалась не мешать семье, чтобы они проводили вместе хотя бы вечера. И за всю эту работу мне также он платил 150 фунтов. Он, конечно, хотел изначально меньше, там 110, 120, но я сказала, я на предыдущей работе получала 150 фунтов, зная о том, что он требует намного больше, и что девочки, которые до меня работали, через 2 недели сбегали из этого дома. Но так как они не были на под-тайм-визе, то есть это были в основном европейки, они, конечно же, за такой каторжный труд просили или больше, или снизить нагрузку. Но папу я тоже понимаю, он один в семье, двое детей, большие деньги за школу они учились, в такой приличной школе отдавал. В общем, он всё вкладывал в детей. Мама у них, к сожалению, умерла 2 года назад, до того, как я пришла от рака. И вот он старался тянуть детей и ущемлял в зарплате няню. Помимо этого, он, конечно, обещал оплачивать проезд. Тоже потом перестал платить. Обещал покупать продукты питания, которые я бы хотела. Тоже перестал меня в этом спонсировать. То есть в итоге на 150 фунтов, которые я получала за собакой 2 часа с девочкой посидеть, я должна была по максимуму отработать. У меня на тот момент сильно болели колени, потому что очень много приходилось бегать, ходить до школы, со школы, обратно до школы, со школы, то есть в течение дня. И ещё и в университет ездить. И всё это было на таких нервах, чтобы не опоздать к детям, потому что они ждут, а детей я должна была возить, потому что у меня было 14 лет. В общем, очень много всяких разных обязанностей и законов в Англии, которые ты должен знать. То есть ты берёшь полную ответственность за чужих детей. И если ты работаешь няней, значит ты. Ну, в принципе, должен быть им как старшей сестрой или мамочкой. Так как месяц составляет в основном 4,5 недели, то можно так сказать, что я получала где-то 700 фунтов в месяц. Плюс жильё. То есть за жильё мне не надо было платить. Если бы я за него платила, я бы тратила ещё где-то около 1000 фунтов в месяц. И в итоге моя зарплата получалась бы 1700 в месяц. 700 фунтов это 70 тысяч рублей. Если всё это умножить на 12 месяцев, то в год у меня выходило около миллиона рублей. Плюс к этому я старалась не терять подработку, выгуливать собак, потому что эти две семьи жили практически рядом. Там 15 минут пешком, и я уже у собак. И так как мне за собак платили 10 фунтов в час, я выгуливала чаще всего раз в день, по утрам, по вечерам уже сам хозяин выгуливал. Плюсом к этому получается ещё 300 фунтов в месяц. То есть в итоге я получала 1000 фунтов в месяц. И умножаем на 12, это получается 1 200 000 рублей. Вот такая вот зарплата у няни. А ещё несколько месяцев по воскресеньям я подрабатывала в русской семье, и там получала за 12 часов 100 фунтов. Но там немного было обязанностей, в основном просто быть на подхвате и делать то, что хозяйка скажет. Это был воскресный день, там в принципе не так много различных движений было по дому. Поэтому чаще всего они просто или отдыхали, или ездили в какие-то клубы спортивные или танцы. Я не знаю, чем они занимались. Это не входило в мои обязанности. Поэтому я просто готовила их сумки и складывала вещи по местам, когда они приезжали. Ну и плюс глажка у меня была. Я уже об этом рассказывала. Если кого интересует, смотрите в этом ролике. Вот. Поэтому да, много есть таких подработок, которые можно выполнять в своё свободное время. В выходные у меня полностью были свободны. Но иногда, конечно, договаривались с хозяевами, если их надо там где-то подменить, где-то что-то посидеть с детьми, без проблем. Если я свободна, если у нас всё складывается, мы взаимовыручали друг друга, можно так сказать. То есть да, в этой работе надо так подстраиваться под семью, в которой ты работаешь. И тогда тебе ответят взаимностью. Я до сих пор ценю то, что многие разрешали моей маме жить в моей комнате, когда она приезжала ко мне в гости. Какая-то была у нас взаимовыручка, то я помогу, то они мне помогут. А так, если у вас есть права на полный рабочий день, и вы хотите, и вы едете в Лондон заработать, есть даже такие зарплаты, что няне платят, допустим, 1500 фунтов в неделю, то есть это 150 тысяч в неделю. Можно заработать, но там, конечно, обязанностей выше крыши, там нужны рекомендации, какие-то сертификаты, в общем, очень много-много-много всего для того, чтобы ты конкретно занимался ребёнком, чтобы не отходил от него ни на шаг, ни минуты не проводил без дела и так далее. И плюс ещё к этому некоторые дают жильё рядом с домом, то есть тебе даже не придётся платить за своё жильё. И работать, скорее всего, придётся 6 дней в неделю и один выходной только на личную жизнь, так скажем. То есть тут конкретно этой няни, которая поедет на такую каторжную достаточно работу, то есть все 6 дней с утра до вечера, там по 12 часов, по-моему, работать надо, а иногда и ночью придётся работать и выполнять абсолютно все обязанности от похода в магазин до поездки куда-то за границу. То есть конкретно сидеть с ребёнком, с двумя детьми и также, скорее всего, входит уборка по дому. Но если вы хотите подработать и у вас есть права на это, почему нет? Можно и так подрабатывать. Многие едут на заработки. Я ехала даже не на учёбу, а просто для того, чтобы жить в Лондоне, гулять по этим красивейшим паркам и наслаждаться огромным количеством мероприятий, о которых я рассказываю на своём канале. Поэтому все, кто ещё не подписан, и если вас интересует жизнь в Лондоне, подписывайтесь на мой канал. Я очень много рассказываю о мероприятиях и событиях в Лондоне. Пока на этом всё. Не прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok